А, есть такой фильм, ты, наверное, смотрел, «Ярость Брэда Питта». Тебя спросят, а ты возьми и скажи, действовал по указанию капитана Рейда. Ярость хорошая. Я был в музее в городе Бовингтон. Там стоит этот танчик с табличкой. М4А276. Я надеюсь, монтажеры приклеят фотку, где я, красавчик, стою возле танка. Врут, наверное. Я там когда был, это было задолго до съемок фильма «Ярость Брэда Питта», поэтому танк видел, но он тогда еще в кино не снимался. Если бы снимался, я бы уже у него автограф-то у танка взял. Там же и тигр, собственно, стоит, который воевал в фильме. А мы хотим про кино поговорить? Да. Тем более, что в кино. Кино прямо начинается с того, что там титр дают. Американские шерманы были не очень. А взирая на 1945 год и большие проблемы у немцев, с тиграми они очень плохо справлялись. По-моему, вообще не справлялись. Ну, это неправда, конечно же. Потому, что... Ну, только если в пятером нападут. Первые шерманы, которые были, у них была очень слабая пушка. Это правда. Они против тигров были вообще никак. Ну, то есть, совсем. Только если подъехать совсем-совсем-совсем в упоры, в затылок стрельнуть, ну, как-то так, как-то так. Или гусеницу перебить. В общем, проблемы и с тиграми, и с пантерами были невероятные. Но американское командование же было не закончено. Идиоты. Уж кто-кто американцы идиотами никогда не были. За исключением некоторых последних событий в Афганистане. В основном они разумно действуют. Да и там тоже такую дымящуюся кучу наложили. Теперь весь мир нюхает. А на кого-то попало, забрызгало, да. Вот. Поэтому они сразу стали думать, что делать, и в ход пошли новые шерманы совершенно, которые очень сильно отличались от исходных моделей. Потому, что там и усиленно броня была, и, например, туда стали ставить английскую пушку 76,2 мм. Уже хорошую. Ну, это же совсем другая, чем она была изначально. И, например, в фильме «Ярость Брэда Питта» под Брэдом Питтом воюет тот самый танк М4А2-76 «Шерман», которая с 76-мм пушкой, М1, длиной 55 калибров, которая была очень дальнобойная и очень мощная. В принципе, вот эта пушка уже могла Тигру доставить серьезные проблемы. И по дальности поражения, ну, где-то уверенное поражение Тигра наступало 800-1000 метров, это уже не 200, не 300. Куда заехать-то, самоубийство просто. Я, как чайник, вопрос. А вот Т-34 был тоже с пушкой 76, она была не очень, а 85 стало хорошо. А 85 стало гораздо лучше. Так это 76 не очень все-таки? Она короткая. Это другая пушка. Это 76 мм, советская танковая пушка, которая была довольно мало... Она, конечно, не маломощная, а относительно Тигра, конечно, очень маломощная, потому что 88 мм, и вот какой хобот длиннющий. Там он снаряд разгоняет по стволу так, что ой-ой-ой. Это, считай, зенитка. Чем длиннее ствол... Тем дольше снаряд находится в нарезах. И, соответственно, тем дольше у него стабильность полета будет дальше. То есть, он прицельнее дальше будет лупить. Сильнее закрутит. Сильнее. Его дольше будет закручивать, на него дольше будут концентрированы пороховые газы действовать. Скорость больше. Скорость. Он дальше и быстрее полетит. А от этого у него будет больше кинетическая энергия, больше бронепробиваемость. Ну, и опять же, длинный ствол, значит, больше точности. Вот. Плюс Тигры... Это все-таки немецкий танк. У них всегда был полный порядок со стеклом. У них была очень хорошая оптика. Они здорово целились. Он был... Да, конечно, как любой танк, полуслепой. Но гораздо менее слепой, чем, например, ранние модификации Т-34, которые были без командирской башенки. В том числе. И оптика у нас была, прямо скажем, здорово хуже, чем у немцев. Всю дорогу вообще. Потому, что мы что к тому времени? Мы к тому времени не нашли еще якутских бриллиантов, при помощи которых... Ну, если алмазов. При помощи которых можно полировать линзы, как следует. Ну, там же и сварить надо, как следует. Это проблема. Немцы-то хорошую оптику уже когда начали делать? Еще вместе с Левенгуком. Вот. А Шерман, например, М4, А2-76... У него еще и дизельный двигатель был. Потому, что первые варианты они были все бензиновые. Из-за этого здорово горели. Дизельный танк, кто не понимает, он тоже может запросто загореться. Но это запросто... Оно гораздо менее запросто, чем если это будет бензиновая машина. У него риска просто загореться по-настоящему меньше. Но у немцев же все были бензиновые. Все бензиновые. Чего ж не горели? А почему не горели? Горели. Все горело. Все горит. Даже дизель горит. Не вопрос. Потому, что его поджигают. Когда говорят, что вот, советские танки были дизельные, поэтому очень безопасные. Но, друзья мои, вы же поджигать их будете не спичкой и не факелом. Вы их поджигать будете снарядом. А там совсем другие температуры, давления и режимы. Просто советский танк дизельный, он мог не загореться. У него мог сразу бензобак рвануть. Из-за чего даже передний бронелист выносил. Вместе со всем экипажем. Вот это да. Я тебе рассказывал страшные истории, как меня переучивали на танкиста. Вот я первый раз, когда в него залез... Безопасный. А там вокруг по стенам снаряды висят. Там как-то это... Я не знаю. Это ж верная смерть. Без всякого бензина вообще. Безопасный. А вас на какой танк сажали? На Т-72. На Т-72. 56 и еще чего-то. Я ничего не помню. Если Т-72, так это хороший танк. К тому времени был. Конечно, хороший. Отличный, я бы сказал. Там такая... В Саперном, где Лосева... Я знаю. Я там на полигоне бывал десятки раз на этом. Я сразу... Еще ни во что не сели. Я сразу заприметил, что там на всех поворотах... Елки. Чем круче поворот, тем больше елок завалено. Потому, что он не вписывается. Падла. Два впечатления. Чем быстрее едешь, тем хуже поворачивает. А второе, что он тормозит. Натурально. Как об стену. Если люди там в каком-нибудь... ЛБВ. Там люки большие. Открываются. Все же сидят на броне. Всем интересно. Как водитель тормознет. Так все харями об этот люк. Бэм! Сволочь! Что ж ты делаешь? Танк дал. Схватывает очень сильно. Ну, так вот. Дизельный двигатель поставили. Все-таки он менее опасный, чем бензиновый. И ярость Брэда Питта. Этот танк Фьюри. Он был уже, прямо скажем, совсем не тот Шерман. Который начал воевать. Но все равно он был заметно слабее Тигра. Потому, что все-таки это средний танк. 33 тонны. Тигр 54 тонны. В зависимости от модификации. И лобовая броня у него... В принципе, уровень бронирования у него совершенно другой. И, конечно, если как рыцарей поставить в поле одного Шермана, одного Тигра, у Шермана шансов будет как-то крайне мало. Тем более, что даже... А речь идет про апрель 45-го. То есть, там вообще войны осталось чуть. Тигры старались идиотов не сажать. Потому, что танк чудовищно дорогой. Просто чудовищен. К каждому Тигру памятка прилагалась. Которая начиналась... Ну, мануал, как работать с ним. Которая начиналась вообще с того, сколько он стоит миллионов марок. Этот Тигр. Чтобы просто знали козлы, что вам вручает Родина. И к апрелю 45-го года, если там сидел кто-то в Тигре, то был огромный шанс. Что-то какой-нибудь ветеран там сидит. Как минимум на командных должностях. То есть, Тигр сам по себе был очень опасен. Но там старались все равно предпринимать некие асимметричные меры. Например, в этом М4А2-76, на котором Брэд Питт сражается, у него отличная боеукладка. Так называемая мокрая боеукладка. То есть, у него снаряды в двойном ящике. Который залит на основе нефти смесью негорючей. То есть, если начнется пожар внутри танка, то закрытая боеукладка имеет огромные шансы не взорваться. Или, по крайней мере, взорваться очень сильно не сразу. Однако. Как в жиле в каком-то снаряде? Или ящик залит? Ящик с двойной стенкой. Между стенками залито жиле негорючее. Как несгораемый шкаф. Так точно. Поэтому, если начинается пожар, если прямо в боеукладку снаряд не залетел, то был огромный шанс, что оно не рванет. И экипаж успеет эвакуироваться. Потому, что в танке самое дорогое это не танк, а экипаж. Ящик же место занимает. Сколько же они с собой возили? Ну, порядочно. Но, тем не менее, были, скажем так, способы увеличить живучесть Шермана. И когда говорят, что Шерман паршивый танк, вот на АС-34 совсем другое дело. А ихний Шерман полная дрянь. Если бы это была полная дрянь, это не был бы второй по численности танк Второй мировой войны из выпущенных. Ну, вот, бывая во всяких этих музеях танковых, вот самые посещаемые залы там, естественно, посвящены Второй мировой. Это самое, так сказать... Ну, заходишь, сразу видно, что это воевавшая техника. Кругом какие-то жуткие жабы, все приплюснутое, все заточенное, вот видно. А сбоку от всего, от этого стоит Шерман. Высотой с двухэтажный дом. То есть, это какая-то мишень просто. Он не производит впечатление боевой техники. На фоне наших этих страшных вообще никакого. И там отличные таблички. У немцев там в этом. В Мунстере у них кругом замечательные таблички. Вот советская СУ-152. Посмотрите на эти грубые швы. Посмотрите на эти мерзкие сидения. Никакого комфорта. А вот тигр. Кожаные сидения. Радиостанция. Оптика. Вопрос только один. Как же война-то в Берлине закончилась? Кстати говоря, Шерман-то есть... В нем ровно та самая логика, о которой ты сейчас говоришь. Потому, что Шермана выпустили столько. Потому, что он был не очень дорогой. И была отработана полностью технологическая цепочка его производства. А также логистики доставки на фронт. То есть, его выпустили настолько много этого Шермана, что не смотри, что он хуже какого-нибудь тигра или пантеры... Зато много. Да. Там на каждого этого тигра или пантеру их шесть штук выпускали. Соответственно, ты пять подобьешь. Шестой подобьет тебя. А раз. И еще шесть уже приехало. Это же самое главное. В танке и вообще в любой боевой технике самое главное это уверенная, быстрая, гарантированная взаимозаменяемость. А не то, что он будет чудо-оружием. Если он будет чудо-оружием, то да, у удачливого экипажа, как у Михаэля Витмана, будет чудовищный счет подбитых. Но вы окончите войну в вашей столице. А если у вас будет Т-34 или ИСУ-152 с вот такими сварными швами адовыми совершенно... Ну, скорее всего, война закончится во вражеской столице, а не в вашей. Потому, что просто вы больше навыпускаете. Как и получилось. Да. Опять же, если мы говорим про Тигр в это время, да и вообще про немецкую бронетехнику, то у них к концу войны, конечно, были проблемы с прокатом высококачественной брони, которая полагалась туда по ТЗ. И она... Ну, просто потому, что они имели большие проблемы с получением разных редкоземельных металлов, которыми элегировали эту броню. Никель. Да. И она получалась хуже, чем раньше. То есть, не смотри, что Тигр... Это Тигр? То есть, вроде... Да. Ужас, что такое этот Тигр. Но это уже не совсем тот Тигр, который приехал, например, на Курскую Дугу. Опять же, если это Тигр свежей постройки. Если это не уже воевавший старый танк какой-нибудь, который был произведен тогда, когда таких проблем не было. Тот самый танк Тигр, с которым воевала Фьюри. При том, что он именно сделан точно такой, какой он есть с 43-го года модификации. Потому, что тот танк, который снимается в фильме, это танк, который взяли в плен в Тунисе как раз в 43-м году. Он поступил, в конце концов, в музей в Боргингтоне и является сейчас единственным в мире танком Тигр, который не просто полностью на ходу, а целиком с родным механизмом на ходу. Обалдеть. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok